Ну еще раз доброе утро, потому что из кусочков состоит мое видео. Собираюсь на ПЦР. Должна приехать Алина, она нас подвезет туда и заберет обратно. Вот так вот я оделась, накинула платье и вот такую вот накидочку, потому что на улице вроде бы 15 градусов, но как-то вот, ну неприятно. Всю ночь лупил дождь, очень сильный, кругом мокро, кругом лужи. Вот такой вот у нас август непредсказуемый. Ожидала еще будет очень тепло. Вот, волнуюсь, почему-то очень волнуюсь. Вчера было как-то все нормально, а сегодня в горле заскребло. Это что такое происходит? Вот, говорили, что нельзя кушать ничего, нельзя зубы чистить, но я проснулась очень рано, половина шестого, и все же я почистила зубы. Говорят, за три часа нельзя. Но так как у нас на полодиннадцатого, значит полдевятого, полвосьмого, полседьмого, это три, а если полшестого, так это вообще четыре часа. Вот. Орешка меня напугала, что далеко в нос лезут, далеко в горло лезут, а я вообще у меня близко этот рвотный рефлекс, даже не представляю, как это все будет происходить. Тем более вот что-то заскребло в горле. Этого мне только не хватало. Вот. Сейчас позвоню Алине, напомню, она говорит, напомни мне, чтоб я не забыла, напомню ей, что пора нас уже забирать, и поедем за документами. Вернее, сначала поедем сдавать, а уже за документами можно будет уже их забрать вечером. Все, девочки, ПЦР сдали. И так это страшно, как я предполагала. Вот. Нас Злата свозила. Злата – это внучка Валена. Вот. И там так далеко идти, как, какое ей большое спасибо. Мы так быстро справились. И совсем не страшно, как мне Ариша говорила. Ой, там в нос далеко лезут, в горло ты будешь там это самое веркать. Ничего, очень приятное. Доктор, моментально раз-раз, все готово. Теперь в 8 часов вечера можно забрать, забрать ответы. Надеюсь, что там все будет нормально. Пришлось еще несколько бумаг заполнять. О, Господи, бумажная волокита. Кошмар какой-то. Но приехали домой. Я поела, потому что нельзя было... Не то, что нельзя было. Никто не говорил, что нельзя зубы не чистить, ничего. И что кушать нельзя. Но я не кушала. Просто воела, что мало ли будет что-то. Далеко залезут в горло. Вот. Ну вот сейчас думаю, что надо попылесосить, попыль вытереть. Ну, убрать, короче. Сегодня еще 31 число. Завтра первое. Потом вот все это сделаю, уберу, помою полы и пойду в ванночку. Пойду в ванночку. Надо помыться, потому что волосы у меня сохнут очень долго. Я боюсь, что завтра, может быть, надо будет то ли бежать за документами, потому что мы еще путевки не получили. То ли что. В общем, не знаю. Лена со спадчины написала, что если сегодня будет в нашем районе, то, может быть, сегодня с ней встретимся. Если нет, то завтра после четырех. Поэтому я буду сидеть потом до вечера и ждать, когда у меня потом уже мыться, а ночь потом не мучиться с бегудями. Короче, я решила, что я помою сегодня. Голову помою нормально. Не выпачку из-за один день, правда? Вот. Приготовлюсь уже и надо дособирать чемодан, потому что я то, что вот я еще не положила, я все вот так вот выставляю. У меня тут на столе, везде так, а вспомнила это, написала, вспомнила это, написала, что нужно. В общем, по мелочевке такие вот ножнички, вот пилочки, вот лак для ногтей, вот такое вот, мелочевочку такую. Ну и сарафаны надо положить. Уже можно их положить в чемодан. Я думаю, они не помнутся. Что у меня там за сарафаны такие? Я думаю, что они не помнутся, потому что я то беру, что потом мне надо будет гладить. Правда, есть мечта у меня взять все-таки одно платье, но вот оно мнется. Оно даже висит у меня. Вот я его погладила, повешала в шкаф, и оно вот как повисло, так оно и замялось. Вот такой вот материал. Ну ладно, девочки, буду я заниматься делом. Сегодня на улице хорошо, ночь, дождь шел, я оделась, так боялась, что мне будет холодно. Да и вообще я собиралась, у меня руки были ледяные. Вот сейчас, вообще сейчас холодные. Я уже самая думаю, может, это я заболела? Что-то у меня руки ледяные, и мне так холодно. А это все на нервной почве. Все на нервной почве. Вот это вот собирательство, вот это вот, эти тесты и все остальное. Все. Буду пылесосить, буду мыть полы. Потом еще увидим. Будет стать причиной, дорогие. Ну что, мои дорогие, закончился мой рабочий день. Устала. Как мне там одна дама написала. И отчего она уже устает? Почему не пашет огород? Девочки, встала. Как бы то ни было, возраст дает себя знать. Но я сегодня уже много чего сделала. Я утром, перед тем, как поехать сдавать ПЦР, я вышла, обрезала розы, собрала мусор, вынесла этот мусор весь. Вот. Чтобы у меня уже были пустые коробки. Но еще завтра, может, что-нибудь выброшу. Но думаю, что уже прямо все подчистила. Потом вот съездили, сдали ПЦР. Пришла, попылесосила, помыла полы. Помылась сама. Вот вышла с ванны немножко, пусть подсохну. Девчонки, поскрабила себя. Так хорошо, хорошо. В общем, мылась гель со скрабом. Скребла себя, чтобы чистить вот эту вот всю верхнюю шкурку. Чтобы уже загорать. И чтобы потом долго-долго не смывалась. До следующего года. Вот. Ну, и можно, конечно, сходить там это самое. Но это будет 25 долларов стоить. Алла в прошлом году ходила, меня звала. Я как-то отказалась. А потом она мне показала свое видео. И я очень жалела. Ну, не знаю. Мы с Валей как-то поговорили. Узнали, поскольку у нас денежек осталось свободных. И хочется что-то же домой привезти своим и детям. И внукам. Поэтому я думаю, что у нас никаких поездок, ничего и никаких хамамов, ничего такого платного не будет. Вот. Вообще доллар ведь у нас настолько доллар растет, что если вот я перевожу даже 25 долларов, если это самое стоит хамам там за этот час-полтора, это 75 рублей нашими. И за эти деньги, я вот так подумаешь, я могу купить себе сапоги, которые мне очень-очень нужны. Вот. И, конечно, хотелось бы. Ну, не знаю. Буду смотреть. Буду смотреть по настроению. По своему настроению, по валеному настроению. Одно и как-то вот совершенно мне не хочется никуда ездить. Ну, что, как вот в прошлом году мы с Аллой поехали в Анталию. Так идешь вдвоем. Вот если даже мы отстаем, уже все, нету сил. Молодежь, в основном молодежь была. Отстаешь, так как-то друг дружку поддерживали. Ну, а так, в общем, я не знаю, как это будет. Ну, вот главное сегодня еще ПЦР получить. Вот знаете что, поковырялись у меня в носу. И я пришла и чувствую, что у меня сопли потекли. Водичка из носа потекла. Она туда так далеко-далеко залазила. Говорила бы, не морщись. Я так это самое, нос морщила. Она говорит, не морщитесь. Вот. Так что, вот так вот сегодня. А, я еще помылась, а потом еще выстирала то, что у меня там и сняла. И то, что у меня лежало в тазике, чтобы уже белье все тоже ничего не было. Потому что, когда приеду обратно, естественно, какое бы оно там чистое не было, я все равно привожу и весь чемодан выгружаю сразу в ванну. И все это перестирываю. Вот. Потому что там ведь сарафаны стирать не будешь. Ну, у меня у нас будет 9 дней всего-то. Поэтому я думаю, что... Что у меня там будет? Два таких. Ну, еще три положу. Ну, пять сарафанчиков. В общем, хватит. Хватит без стирки. Единственное, что будет стираться купальники и плавки. Нижнее белье. Вот это вот... Ну, оно будет быстро сохнуть, быстро стираться. Вот. Но все равно все-все-все вещи я люблю уже потом в шкаф повешать или скрутить в трубочки сарафаны какие-то положить. Все равно будет все перестирываться. Ну, а сейчас вот так вот постирала. Капает даже в ванне. Оставила в ванне все это самое. В ванной. Не хочется на улицу носить, потому что каждый день идет дождь. И необык какой дождь. Уже на землю встать невозможно. Сейчас вот скосил мне сосед траву. Я так думаю, что она еще, пока я отдохну 10 дней, тут уже надо будет опять по новой косить. Вот. Налила себе чай. Кофе не хочу, потому что выпила утром кофе. Не ела ничего. Потом пришла опять быстренько кружку кофе. Себе сварила. Да, главное, такую большую. С бубликом, с баранком съела. Ну, а теперь уже после ванны. Сейчас вот чай зелененького даже. Акбар зелененький чай. А вот. Посмотрела, просмотрела газетки. Тут у меня целая пачка газет. Но не хочется как-то время занимать. Не хочется ничего читать. Одно единственное прочту. То, что мне понравилось. То, что мне очень понравилось. Что, чем лечить. Лечит мято невралгею, а свекла гипертонию. Земляника гонит соль, а шалфей зубную боль. Арбуз кушай при нефрите, а бруснику при артрите. Чтобы было больше сил, помни, ты про девя сил. Клюква вылечит цистит. Редька, кашель и бронхит. Головную боль калина, а простуду чай с малиной. Печень подлечи рябиной, сердце мятой и калиной. Чтобы забыть о диабете, топинамбур ешь все лето. Астму вылечит из соп, мочевой пузырь укроп. Раны, язвы геворой, подорожником промой. Коль отеки у тебя, хвощ попей и семя льна. Машь мозоли чистотелом, а веснушки тертым хреном. Зверобой не забывай, чай с ним чаще потребляй. Пей шиповника настой, будешь бодрый, молодой. Зверобой. Вот какое стихотворение прекрасное. Мне так оно понравилось. Прямо надо его вырезать и сохранить. Потому что бывает такое, вот что-то где-то кольнуло, заболело. Думаешь, а вот бы травкой какой-нибудь подлечить. Я знаю, что в молодости точно зверобой я очень любила, если у меня желудок заболел. Быстренько заварила травку, выпила немножко. Прекрасно, помогает замечательно. Вот, ромашкой зубки полощешь, горло полощешь, если простыл. Вот, про ромашку, кстати, здесь ничего не вспомнили. А вот, ну вот так вот, девочки. Вот такой вот у меня сегодня день. Всё, больше ничем заниматься не буду. Чистенько у меня. Сейчас пойду, наверное, пойду, дособираю чемодан, поглажу одно платье, которое всё-таки я решила взять с собой. Скажите, помнётся в этом самом, в чемодане всё равно, но я скручивать буду в трубочку и положу его нижнее, чтобы оно меньше было мятое такое. Ну, пусть оно уже будет сложено, сложено-глаженное. А потому что мятое на мятое, оно будет совсем мятое. Правда? Вот. Так что сейчас чайок допью и поглажу его. А потом пойду, да, собираю тоже. Вот заодно вам там тоже это покажу в видео, что я ещё сложила. Да, и ногти надо привести в порядок. Я тут что-то подцепила один ноготь, пока тут чистила. Пыль вытирала где-то, что-то подчищала, газовую плиту и это самое, и всё. И ноготь один подцепила сбоку, и он у меня цепляется. И похоже, что его надо уже отрезать прямо под самый корень. Хуже дело. Но зато ногти поедут в море укрепляться. Вот. И на ногах тоже, я думаю, что надо мне, наверное, стереть этот лак и накрасить своим лачком. А может не красить, пока они приличные. А лак и жидкость эту взять с собой, там уже перекрасить, если что. Заняться-то там больше нечем будет, правда? Только лежи, отдыхай, в море купайся. В магазинчик сбегай. Ну и где-то какое-то видео может поснимай. Но оттуда я, конечно, там ни эту самую, ни симку не буду покупать, ни как-то оттуда пересылать видео, потому что я знаю, что интернет там очень, Wi-Fi очень слабенький. Ну, очень слабенький. Вот. Хорошо, если я домой еще смогу через Viber позвонить. Вот. Так что будете отдыхать от меня целых 10 дней. А вы не скучайте. И не пропадайте, и не отписывайтесь. Хорошо? Вы меня ждите. Ладно? Если, может быть, только я в этом самом, в Инстаграме какую-нибудь фотографию там и кусочек моря вам спрошу. Все, девчонки, пошла еще делами, оказывается. У меня еще, оказывается, дела есть. Так что пошла дела делать. Продолжение следует...